Девушки отдыхают Это лучший шаг, русский человек любит этот шаг Вы знаете, сколько людей вы убили на фронт-лайне? Я считаю Украину! Украина! Святомати герои! Святомати герои! Боже, украинский наций! Золотую смерть, кому как за тебя? Золотую смерть, кому как за тебя! Вы выясняли, наверное, уже говорили о рейтинге Азове, мировой армии украинской армии, проживая на фронт-лайне против армии русской армии, но также потому, что несколько исследований обзорвали, что большинство во рейтинге обзорвали, что большинство во рейтинге были нео-нази. Я встретил некоторые солдаты на фронт-лайне на фронт-лайне, и я очень много за это видео для вопроса безопасности. Чтобы начать, это очень важно для того, чтобы вы держите что люди, которые вы увидите, не на самом деле, ни в Украине, ни в целом, азове, что нам очень сильно changed на феврале 2022. На большинстве из видео были снимки, когда они были в Киеве в Киеве, это когда-либо обзорвали в Киеве, Вода, на многих северных украинских приходят на их рейтинге и, я напомню, что все эти статисты наскорпу, о том, что на нем нео-нази в Азове все это было абсолютно уехать до дня до дня. Среди, я встретил больше не украинских , а не украинских, Русские или Биэлорусские, которые учатся в Азове. Я не был на территории, это видео я делал с Камиль Курси, который снимал меня. Мы были вместе вместе в начале войны, и это с ней мы встретились первые в Азове, рядом с Бомбардемом в Киеве, на телевизионной Телевизии. Мы потом с нами были на другой сайте, где я встретил два бейлорусских солдата, которые уничтожили их страну, чтобы бороться с Украинами. И надо знать, что президент Биэлорусский Александр Лукасенко, это диктатур, близко Путин. Это с этого момента, я начну слышать интересные вещи. Лукасенко, это незаконный узурпатель в Беларуси, который полностью зависит и коллаборирует с Владимиром Путином и с его режимом в Российской Федерации. Когда начались боевые действия с Российской Федерацией, я поддерживал Украину, я понимал, что Украина это тот плацдарм возрождение, который может позволить, в том числе и Беларусам, освободиться после того, как мы освободим Украину. После того, как мы освободим Украину. После того, как уничтожили с Азовом, он говорит мне о своем параде, а кодеке, который будет частью хулиганского Динамо Минск, на территории Беларуси. Футбол хулиганского Динамо Минск. Один из лидеров. И я знаю, что уничтожили хулиганского Динамо Минск и Киев, которые являются неонази. И очень много хулиганского Динамо Минск пишут и уже едут сюда и хотят принять участие вместе с нами на защиту Киева, на защиту Украины. Очень много футбольных футболистов из всего мира пишут. Люди понимают, что это война в каком-то разрезе, война добра со злом, тут абсолютно понятно, где добро, где зло. Война после которой либо мы, либо они, потому что, ну, если Путин здесь, сюда пройдет, то дальше будет Польша, дальше будет дальше. Белая Европа, культура Европа, это все. Белая Европа, культура Европа, это все. И в самом деле, когда я услышал эту тему, я понял, что я имею в виду на что-то. И в том, что он рассказывает, в самом деле, он объясняет, что из хулигансов из всей Европы, он связывается в Инстаграм, и поэтому, для того чтобы найти дополнительные элементы, я пошел его в инстаграме, что я наконец-то нашел. Человек, россиянский человек, ты знаешь, что ты делаешь? Я спросил о том, что ей сказали, что это музыка, и в самом деле, это песня, это песня, что это песня для Петрун, дитя в течение путь в истории славы, но сегодня, с точки зрения снижениями, с ресуржением в поиску и политическим повышенцами, он также вернулся как дениско-музационные велики. И в том, что я перечисляю, я пошел на данный путь, я пошел на этот ритю или наступил на путь в Азове в Украине. Слава Петрун! Слава Петрун! Мы будем помешать! Слава Петрун! Слава Петрун! Слава Петрун! Думаю, все! 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 Время! Время, в течение всего, в течение всего, я понял, что я был виноват на немецкий солдат. Когда я нашел этот человек, я договорился, чтобы продолжить этот группа. В то время, они были виноваты, и поэтому я не знал. И тогда я успела их увезти, и они меняли в магазине, где они купили оборудование и материал. В магазине, один из тех, что меня очень сильно удивляет, это патч, потому что я уже не знаю, что многие из патча. Так что я также показал Адриен Нонжон, который очень хорошо знал, что в Европе, в Европе, в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 даже умер был запутан до спорта а вы там внутри россии сергей и а toujours ниé les accusations de meurtre qui pèsent sur lui mais en septembre 2020 le néo nazi dont je vous parlais maxime martin kevic a été retrouvé mort dans une prison russe les autorités disent qu'il se serait suicidé et au même moment le comité d'enquête de la fédération de russie qui le principal organe d'enquête dans le pays a révélé que peu de temps avant sa mort martin kevic avait écrit une note à un ami dans laquelle il a voué le meurtre de plusieurs personnes en 2007 dont celui de chamil odamanov et du tajik tué dans la vidéo il a aussi déclaré que c'était serguei qui avait décapité chamil c'est en partie à cause de toutes ces accusations qu'il aurait fui la russie et rejoint l'ukraine en 2014 au début de la guerre il est même naturalisé ukrainien par l'ancien président petro porochenko mais très vite là bas il est aussi accusé de plusieurs meurtres et c'est là que son profil devient compliqué à cerner parce que c'est difficile de savoir vraiment où se trouve sa loyauté il a peut-être un lien avec le meurtre du combattant d'azov yaroslav babich mais aussi avec celui de l'opposant biélorusse vitali chichov et enfin celui du journaliste biélorusse pavel sheremet pavel sheremet a été tué en juillet 2016 à kif par une bombe piégée placée sous sa voiture c'était un journaliste biélorusse qui dénonçait publiquement l'autoritarisme et la corruption du régime de lukachenko le président biélorusse craignant pour sa sécurité il avait ensuite rejoint la russie où il continuait à enquêter notamment sur le pouvoir de vladimir poutine il est devenu rapidement là bas aussi une voix dissidente il a fini par rejoindre l'ukraine pour continuer à travailler en sécurité c'était un journaliste très engagé pour les droits humains peu importe le régime en place et juste avant sa mort il avait notamment écrit sur le bataillon azov qui venait d'être intégré à l'armée ukrainienne et il expliqué les risques que cette milice pouvait représenter pour le pays à l'époque il ya eu beaucoup beaucoup de théories sur sa mort mais en 2021 le site d'information en ligne euobserver a publié un enregistrement audio qui serait la voix du chef du kgb biélorusse dans lequel on l'entend dire qu'il faudrait tuer chéremet avec une bombe comme souvent dans les assassinats politiques en russie en biélorussie et même en ukraine rien n'a jamais été prouvé officiellement mais c'est aussi pour cette raison que beaucoup de gens lient la mort de chéremet à sergueï khodki qui est passé par le kgb biélorusse en fait on n'est pas sûr à 100% du fait que corde qui aurait coupé tout lien avec le kgb biélorusse et le fsb russe et donc lui en tout cas à chaque fois on lui renvoie son passé d'anciens élèves du kgb ou affilié à des organisations d'extrême droite surveillés voire piloté par le fsb et pour certains oui il s'agirait d'une taupe russe khodki même s'il s'en est toujours défendu publiquement et soupçonné d'avoir assassiné chéremet parce que chéremet se pensait que khodki avait plus ou moins un lien avec la balle la disparition l'assassinat de boris nientsov ce journaliste opposant au pouvoir russe mais n'aisez des cas qui semmoient betona de stade μα thé à recsé et ukraine la piste poutine à rassier au gré et à poutine d'auris son・・・ pour s'amener sauve c'était un homme politique russe mais surtout un des plus importants adversaires du régime de vladimir poutine et c'était d'ailleurs un proche d'alexией navalny lui aussi un des opposants les plus critiques du président russe qui est mort subitement en prison le 16 février 2024 et qui avait Он уже был уничтожен в 2020. Уже несколько исследований в интернете уничтожили с ФСБ, в связи с русской информацией в результате преступления. Итак? Да, по-на-по-на-по-на. В интервью, в конце концов, когда я встретился, я не знаю, кто это, и я думаю, что он пытался использовать меня, что я вернулся, но я не мог бы не конфронтировать все преступления. У нас есть связи с тем, что это происходит, что я уже готовлюсь в месяц и месяц, для того, чтобы принимать этот риск. В конце видео, я хочу рассказать последнее, потому что, в интервью, я заметил, что он слушал. И, в основном, я снимал его, чтобы понять, кто он был. Он говорит, что это Никита Макэвэй, код-одискей, кем-код-одискей, 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 кем-код-дискей, и, в этом году, на своем канале, он сообщил о том, что он был виноват в рамках Брэнтон Тарант, который был снимал 51 человек в Москве в Новой Зеландии. Это был макэвэй, который сегодня был виноват национальный мир и национальный мир для этого. Вот, это было в конце видео, я надеюсь, что это интересно. В результате, если я был журналист украин, это был очень тяжелый для меня в России и, еще раз, это не только из Украини, но и несколько не-нази, что вы увидели в этой видео. Это конечно, что мой работа будет сложнее и рисковать в Украине, что я бы хотелось сделать. И, на самом деле, это очень важно для меня, чтобы вы рассказать эту историю, для того, которые вы видели, с вами, которые вы видите национальный мир, которые здесь в югенос, с тем, что, 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 так или, что, это не может быть внушением, чтобы вам поддерживать нашу эту историю, и я, что, это не помню, если вам понравится и не забудьте, чтобы вам поддерживать и ещё и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok